всем привет привет сегодня я лечу в египет и через пару часов уже какие пару часов через пару минут уже скоро можно будет садиться в самолет мы вот с мамой стоим ждем нашу посадку и короче я была бы не я если бы я никого кого-то бы не встретила и сегодня я встретила свою одногруппницу которая летит туда же куда же и я я просто не знаю как такое со мной получается но это нормально вот для меня явление а вообще уходим смотрим что тут происходит и короче купила себе уже этих киндеров всяких маленьких а буду обжираться вы знали что в украине в дьюти-фри есть виктория секрет я вот честно говоря не знала это как повод куда-то полететь просто посмотрите какой он такой хороший в каждом магазине такой стрелять что платно что бесплатно что вы где-то так далее это вы все узнаете в течение 15 минут смотрите это это короче привет привет из египта мы только что заселились мы живем в гостинице сиера и хочу вам рассказать уже первый лайфхак короче никогда не оставайтесь первом номере который вам дают в египте потому что скорее всего что он будет пивно вот и идите сразу же на ресепшен и просите номер получше мы так и сделали и причем что мы потом еще раз так сделали и теперь мы живем хорошеньком красивенько в номерке с красивыми кроватками с красивым балкончиком на втором этаже и в общем все у нас клевенько так что не стесняйтесь я бы никогда так не решилась но моя мама типа все короче порешала теперь в этом отеле все хорошо достаточно мало русских это плюс много украинцев это минус вот и достаточно много парочка особенно парочек типа такой себе папик и его челочка вышли мы на нашу главную улицу площади нужно даже как это назвать походу вообще все вымерло людей нет ничего нет кафешки не работают голопопые мальчики еще одни голопопые мальчики везде голопопые мальчики почему под вечер мы решили выбраться наконец на нашу главную площадь на которой мы были утром в принципе вот и как вы можете если бы мне заметить то что в кофтах тут вообще не жарко очень-очень холодно только что покушали кстати есть такая крутая штука то что наш отель предоставляет возможность кушать в двух ресторанах бесплатно и было очень вкусно поела креветок вот а сейчас наверно пойдем обратно в отель греться настраивать как-то обогреватели потому что очень холодно даже неожиданно мне думали что настолько холодно будет здесь что это наш второй день и сейчас мы пришли на территорию второй нашей гостиницы соседней которая чуть подороже тут очень-очень красиво прям вот куда ни повернись везде цветочки все выстрижено короче направляемся к море но это еще не понимаю как нему идти мы уже 55 раз заблудились но тем не менее вот такая вот красота просто на каждом шагу это очень пляж мы нашли наконец-то вот он я пока еще даже воду не попробовала но очень-очень красиво очень красивые лежаки и короче все очень-очень привет у нас сегодня третий день и у нас ждет длинная-длинная дорога потому что мы собрались поехать в израиль на экскурсию а ехать туда долго короче мы выезжаем вечером приезжаем утром там сутки очень тяжело сейчас будем спать как и все остальное время в принципе это что я делаю я сплю и слушать прекрасные русские песни мы проезжали мы проезжали с вами теплицы это моя первая остановка в израиле очень-очень хочется спать на границе ночи стояли где два часа и сейчас просто хочется лечь и лежать нас привезли за кими-то с дурацкими сувенирами на мойка птица лёная мойка предлагали тоже пойти покупаться но очень холодно так что нет митя в начале видео рассказывала что я встретилась в аэропорту со своей нагрубницей олей и это короче я не знаю как так получается но в общем мы с ней еще встретились на границе в израиле и я у нее спросила оказывается что мы еще в день день из египта улетаем я не знаю как само такое получается но это просто какая-то магия где она пропала ипотека очень низкий процент примерно скажу будьте нервно смеяться вот процент на годовых вот один же вот расскажу то все сегодня короче сама этого не ожидала но меня завезли в палестину и я иду храм не знаю как он называется куда ну я же сказала если вы такой же дурачок как я и забыли одеть на экскурсию в храм штаны без дыра кто будьте готовы их закатывать и ходить так как будто вы на костыль ну было короче храме там вот было место где иисус христос родился на такое шабалаша не было храм храмом вообще не понимаю этой суматохи вокруг этого мы уже вернулись в гостиницу это была всего лишь экскурсия на один день она была очень тяжелая и кстати помимо этого мы еще заехали в палестину и мне там было немного страшно и я сейчас говорю даже не про военные действия а потому что я себя чувствовала там какая-то притни спирс потому что мне ко мне все подходили меня фоткали и это было очень дико я даже не знаю в чем дело в том что у меня были дырки на штанах или просто в том что я блондинка короче мне немножко было страшно и вообще все экскурсии были достаточно утомительной а в ближайшие дни мы планируем посещать всякие разные мероприятия вот у нас есть такая вот книжечка в которой есть разные купончики и мы уже посетили массаж баню джакузи собираемся еще пойти на каток в кинотеатр на теннис в общем использовать ее по максимуму это реально хорошая идея для того чтобы провести здесь как-то интересное время потому что особо здесь делать нечего море холодным у него так и не залезли в бассейн так с трудом раз в день можно конечно зайти и все поэтому такие мероприятия это очень хороший способ провести свое время с пользой ну куда ты побежал мяу какой утро 31 декабря нужно начинать именно вот так правильно вау дорого-богато наши президенты это мир чудо-богато это и 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 Ничего. Не удалось здесь снять вам стол с морепродуктами, но я постараюсь в общем уместить цвета в тарелку. Да-да, вот-вот она ее. Все, вот. Мы Canadians, для меня здесь все же. Всего на альфе. Все, они в этом оставлялись. На альфа вы... Все, вы! В mamy... День... Вм就是... Вместе! Пять... Вместе! 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 Наталья! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok